Обычные игральные карты, но им придавали роль настоящего оружия. Их забрасывали в тыл врагу, чтобы подорвать моральный дух противника. Тузы – это вся военно-промышленная мощь Германии изображалась, включая Дойчбанк, а короли – это верхушка Вермахта. Геринг, Геббельс, Борман, Гитлер. Зеркальный принцип изображения изменен и может быть прочитан как настоящий сюжет, рассказывающий о войне до 1943 года, где вражеская верхушка изображена при всех парадных доспехах и после с обломанными мечами и кровавыми ранами. Поскольку после Сталинградской битвы Красная армия уже не нуждалась в такой пропаганде, эти карты не имели хождения. Игральные карты вообще были распространены в этот период времени. В нашей же стране они с началом Великой Отечественной войны приобретают больше именно пропагандистский характер. И здесь мы как раз видим колоду карт, которая была создана художником Власовым в 1941 году, то есть был запущен этот процесс. И к началу 1942 года уже были 17 карт созданы, то есть созданы были их эскизы. И эти карты стали называться антифашистскими, то есть они при помощи партизан распространялись в тылу врага. Интересно, что использование карт было характерно для многих армий мира. В английской карты с изображением воинских чинов специально раздавали новобранцам, то есть игры были частью армейской жизни. Это же касается бильярда, домино и шахмат. Уникальная фотография, она пришла к нам из Имперского военного музея Великобритании. И в данном случае мы видим, как русские военнопленные находятся в военном лагере. Они уже переодеты в британскую форму. Опять же видим, как они играют в шахматы. Можно обратить внимание, в углу фотографии представлена стенгазета. То есть несмотря на то, что наши военнослужащие пребывают на территории другого государства, политическая работа не останавливается, она продолжается. И история сохранила имена всех этих солдат. И даже несмотря на историческую давность этого снимка, постановочный антураж виден, особенно если восстановить всю подпись к фото. Есть сведения, что на самом деле солдаты в шахматы вообще не играли, предпочитая им карты. А вот англичане думали, что карты среди рядового состава Красной Армии были запрещены. Хотя еще до войны была разработана и внедрялась в войсках замена шахматом. Игра, шах, бой. Для Красной Армии нужно было создать такие условия, чтобы можно было разыгрывать бой на доске. И вот эта доска, и фигуры на ней, они позволяют именно разыграть вот эту баталию, потому что именно фигуры шахбоя, они имитируют все военные войска. Так, вместо привычных фигур здесь использовались символы родов войск – конь, конная армия, вышка, погран войска и так далее. Привычные пешки заменены буденовками у черных и кайзеровскими шлемами у белых. Экспозиция открывает факты, объясняющие тотальное увлечение игрой бильярд командным составом рабоче-крестьянской Красной Армии. В свое время после ранения руки Семену Буденову доктора посоветовали играть в бильярд, чтобы восстановить подвижность мышц. Так было положено начало появлению бильярдных в штабах армии. В 30-е годы были созданы игры, адресованные детям. Это советская игра для детей, которая называется «Красная Армия», и она была предназначена для знакомства, собственно, с вооруженными силами, с Красной Армией. И здесь перед нами мы видим набор печатей, которая входила в эту игру с изображением различных родов войск. Делалось это при помощи печати, и уже изображение переносилось на воображаемое поле боя. Самые простые инструменты для запуска этой игры захватывали в те годы детей и подростков. При дефиците бумаги и деревянных заготовок для штемпеля обладатель полного набора всегда задавал условия и правила игры. Сегодня эти искусные печати заменила оживающая с помощью мобильного приложения реальность. Любая картинка может рассказать о себе максимально наполненную деталями историю. Большая часть выставки военной игры в Музее память рассказывает об играх в немецкой армии. Это и лото, и штернхолма, аналог китайских шашек и другие. Словом, по какой бы сторону линии фронта не находился человек, ему всегда нужен был содержательный досуг. Настольные игры помогали бойцам отвлечься от суровых боевых будней и служили своеобразной интеллектуальной зарядкой. Выставочный проект будет открыт для посещения до 13 февраля будущего года. Татьяна Крючкова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».